Когда говорится о постмодернизме, то я ассоциирую это понятие с эклектикой, хаосом, распадом традиции и нравственности, традиционных связей и институтов, уничтожением понятия добра и зла. Родится ли из этого хаоса гармония, пока неизвестно. Когда я изучал этот вопрос, то заметил, что существует как бы два постмодернизма, научный и житейский. Один это тот, о котором говорят и спорят современные философы, социологи и другие ученые-мужи, а другой это житейский постмодернизм. Ведь творение это одно, а использование ее на практике совсем другое. Ведь воплощают ее те, кто даже обычно точно не может объяснить, что же такое постмодернизм, а понимают ее частично интуитивно. Матерные частушки сейчас для важности величаются постмодернистскими. Художники, которые ничего не создают, а все свое время тратят на объяснение зрителям того, почему их творения должны считаться искусством, преподносят себя как вершину развития цивилизации. То есть как художник, художников эпохи постмодерна. Раньше на них бы никто не обратил бы внимания, как на сумасшедших. А теперь подобные личности добиваются большого значения в обществе. Им выделяются огромные выставочные площадки и средства массовой информации. Тот постмодернизм, от которого страдаю и я, и вся наша страна, тот постмодернизм, которым я унижен и подавлен, вероятно, очень отличается от своего научного и философского прообраза. Но именно он навязчиво и без спроса вторгается в нашу жизнь и меняет ее, лишая нас возможности защищаться. Тем, что пытается уничтожить понятия красоты, гармонии, добра и зла, высмеивает и пародирует их, провозглашает эти понятия относительными и поэтому бессмысленными. Одновременно с этим происходит гибель искусства, которое особенно заражено этим. Не побоюсь этого слова, вирусом. Постмодернизм провозглашает, что художественные формы теперь не создаются, но лишь варьируются и трансформируются, повторяясь. Бессилие в создании новых форм – это симптом гибели искусства. И это воспринимается как норма, а не как трагедия. К примеру, Бодриар приходит к выводу, что современное искусство находится в состоянии стазиса, то есть оцепенения, происходит варьирование давно известных форм, бесконечные их комбинации, приводит к болезненным порождениям, которые у него ассоциируются с метастазами, то есть со злокачественными образованиями. Он однозначно указывает на гибель искусства, говоря, как и все исчезающие формы, искусство стремится дублировать себя. Но оно все равно вскоре уйдет, полностью уступив место рекламе. Бодриар, конечно же, близок к воззрениям американского философа Фрэнсиса Фукуямы, который писал о грядущем печальном постисторическом периоде, в котором нет ни искусства, ни философии, то есть тщательно оберегаемый музей человеческой истории. Постмодернисты пишут, нет больше искусства, как творчества, умерла его душа. Не требуется сегодня для художественного творчества ни вдохновения, ни интуиции, ни воображения. Поэтому художником, может быть, каждый искусство может называться действием любого, кто себя так назвал. В целом, искусством постмодерма, так же, как и в современном искусстве, можно назвать любое искусство, имеющее место в современной эпохе. Но обычно этим термином называется специфическое, так называемое искусство, которое выражает образно идею постмодернизма. Оно характеризуется такими свойствами, как неопределенность, фрагментарность, отказ от канонов, интенсивное разрушение не только стереотипов, но и любых форм, а так же иронии, пародийностью и так называемым перформансом, который в последние два десятилетия активно пропагандирует средства массы информации, как новый вид искусства. Это сценическое представление, без жесткого сценария, которому приписывается достоинство произведения искусства. Одной из главных его концепций как раз и является разрушение этических и эстетических норм, снятие всяческих табу. К примеру, известен перформанс художника из Мексики, где на огромном столе лежала очень похожая на самого автора обнаженная человеческая фигура, сделанная из сладкого желея и погруженная как бы в гроб, в кремовый торт. Сам автор большим мачете отрезал и угощал гостей различными частями своего тела. Оказывается, этим спектаклем он хотел выбрать, выразить каннибализм современного общества. Уже российскому последователю этого направления, которого объявили художником номер один в России, на все лето государством за деньги налогоплательщиков арендовало Московский дом художников, где можно было лицезрить, например, макет коровы, которым нужно было заглянуть в зад, внутри которого демонстрировался фильм о русской мечте. В последние годы корпорация работников искусства сделала огромный шаг к полному искоренению чувства стыда. Без стыдства стало особой технологией, которая обезоруживает человека, делает его еще более беззащитным против всякой манипуляции. Именно поэтому так называемое постмодернистское искусство на деньги из государственных бюджетов внедряется в сознание людей. Оно делает их беззащитными к манипуляциям, политически пассивными и нравственно дезориентированными. Конечно же, такая печальная участь постигает только тех, кто входит в парадигму постмодернистского искусства. Те, кто остается ей чужд, сохраняют и вдохновение, и творческие силы, и критичность мышления. Но активное навязывание постмодернистской идеологии приводит к тому, что большое количество людей начинает воспринимать его как неизбежное следствие прогресса. Впрочем, в современной России постмодернизм странным образом расчистил дорогу и для своих противоположностей, для традиционализма и религиозного мировоззрения. Хотя он и борется с ним, навязывает претендующую на универсальность тотальную идеологию, отказа от тотальных идеологий, которым причисляет и религии. Существует мнение, которое я разделяю, что предшественник постмодерна, эпоха модерна, последовала за христианской, средневековой эпохой из-за того, что католицизм, претендовавший на тотальный контроль над европейским обществом, противоречил главным моральным принципам христианства, идеям любви, свободы и равенства. Поэтому возник модерн, как попытка реализовать эти принципы без религии. Это могло произойти только в Европе, где католицизм, ввиду того, что он является ересью по отношению к предшествующему ему православию, и как молодая религия, был вынужден отчаянно отстаивать себя, действительно агрессивно боролся с любыми проявлениями свободы мысли. И из-за этого тормозил развитие экономики, культуры и науки. А вот в России эпоха модерна, как отказ от христианских ценностей, с переходом в гуманистическим, началась не самостоятельно и под влиянием внутренних факторов, а запоздала и вторично, под влиянием европейских тенденций. Это нужно, на мой взгляд, трактовать не как отсталость России, а как отсутствие в ней до определенных пор предпосылок для борьбы с христианством. А в Европе они были в связи со слишком активным воинственным вторжением католической церкви, как в личную жизнь каждого человека, так и в политику. Примененные мыслители выражают мнение, что сейчас, когда модерн изжил себя, есть два возможные пути для представителей постхристианского мира. Это или постмодернизм, как отказ не только от христианских, но уже и от гуманистических ценностей, и от любой морали и нравственности, кроме экстремистского либерализма. Или наоборот, неохристианская цивилизация, в которой осуществится примирение модерн и христианство за счет обретения христианских ценностей таким образом, чтобы они не навязывались, ограничивая свободу и волю, что стало в свое время причиной борьбы против них, но в то же время доминируя в обществе. Интересно, что для Европы такое понимание христианства стало бы новшеством, а для России это всего лишь возврат к определенным...